Там пробка была на полгорода. Ты не одна? Что? У тебя есть кто-нибудь? То есть в моей постели? А почему ты спросил? Просто так. Провожу социологическое исследование сердечных дел. А нельзя было просто сказать, чтобы поддержать беседу? Так ты влюблена? Можешь не отвечать, если не хочешь. В моей постели нет такого мужчины, которого нельзя сменить вместе с бельем. Он футболист. Его зовут Нимов Нимович. Утром я его выставила. От такого имени язык заплетается. Вот я и устала его произносить. С утра никто не появился? После Сергея? Поль, друг Сергея. Жером его приятель. Один Франсуа, два Кивина. Золушкин принц. Пара роботов. Ничего серьезного. Мое сердце свободное. Ужин в ресторане, шампанское. Столько усилий, можно подумать, ты за мной ухаживаешь. А тебя это удивляет? Там сидит девушка. Такое же платье было у меня. Помнишь нашу встречу четыре года назад? Угу. Я видел. Платье ей не идет. Неужели в нем я выглядела так же глупо? Не говори плохо о незнакомых людях. А тебе не все равно. Разве ты ее знаешь? Так в чем дело? Диплом получил? Нет, без диплома, думаю, обойтись можно. За нас. И за то, о чем я мечтал, с тобой поговорить. Все эти годы. О чем же? Обо мне? О тебе? По-прежнему говоришь только о себе. Точнее о своих... чувствах. Я влюблен. Влюблен? Вот как? Это серьезно. Я молчал. Столько лет. Я женюсь. Так что... Хочешь узнать, не слабо ли? Помнишь, на свадьбе у моей сестры ты поклялся, что ответить в церкви нет, тебе не слабо. Что ты скажешь? Ну? Ты правда женишься? Потому ты мне и нужна. Да, в одиночку это не получится. Пусть они будут у тебя до дня церемонии. Слушай, это... Ну? Идет? Она согласна. Согласна. Согласна! Ты будешь моим свидетелем. Спасибо. Я познакомлю тебя со своей невестой. Кристель, красивое имя, да? Нет. Это она в том платье. Я его подарил. Помнишь, ты говорила, что мне слабо причинить тебе боль? Не слабо.